МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким должен быть наш город? Наверное, у каждого из нас есть свой ответ на этот вопрос. Но в одном сходятся все. Город должен быть зеленым, а еще дружественным по отношению к жителям. Мы приглашаем вас в сад на Рублевском шоссе, чтобы показать неисчерпаемые возможности неравнодушных людей к созданию красоты рядом с нами. Ведь, выходя из подъезда этого дома, вы в буквальном смысле оказываетесь в саду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 88-й год, центр Москвы, переулок недалеко от бассейна Москва. Там у меня была работа, я там работал. Я ходил по этой улочке, слева по этой улочке находились посольства, а справа находились жилые дома. И слева были джунгли, просто безумные. А справа была затоптанная земля с окурками, бутылками. Банок тогда еще не было. Ну, вот как бы, вот в пасе какой-то посуды. А слева были вот эти огромные джунгли с безумными растениями. Я спросил там садовника, откуда, мол, из Боливии там. Нет, говорит, это все здесь растет, и только надо, говорит, трудиться, трудиться. Я думаю, да, я поставлю эксперимент. Вот это вот мой эксперимент, если говорить по-тестному. Вот меня вдохновил тот пример. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне нравится, когда ты выходишь, и тебя трогают растения. Представляете, вот идешь, и тебя там ветки задевают, задевают, и ты идешь, и непосредственный контакт. Вот у меня как-то это немножко на каком-то уровне. Мне просто нравятся вот эти вот вещи, что это не совсем город, а вот раз, и много растений, много разных ощущений. Мне многие прохожие и говорят, вот вам и дача не нужна, а у вас нету дачи, вот потому что у вас нету дачи, вы тут упираетесь, значит, и, ну, бога ради. Сколько есть, столько и меньше. Я, собственно, и ягоду-то только для цвета, ну, красный цвет, ну, красный цвет. У меня есть и колодки, я думаю, что и тыкву. Красота, это не я сказал, это общеизвестный факт, красота притягательная, и к ней как бы, это самое, по всей видимости, здесь красиво. Местные власти, ну, надо сказать, что... Ну, на уровне исполнителей, местные власти, они все приветствуют, все низовые досотрудники, сесаря, электрики, плотники, дворники, и возглавляющие их техники или бригадиры, они оказывают мне посильную помощь. Они оказывают мне посильную помощь. И я им премного-премного благодарен. Ну, а начиная с главного инженера и выше, они мне недоступны, поэтому их отношение ко мне мне неизвестно. Надоело иметь под окном неубранную, неприбранную территорию, и вот это, начиная от каких-то мелких вещей, закончилось созданием такого небольшого и для души, и для красоты, ну, и для примера, чтобы другие занимались точно таким же во дворах. Кстати, мои соседи, Галина Александровна, она чудесно занимается той половиной, трудится, как говорится, не покладая рук, и работает, и на все успевает. И с правой стороны тоже, ну, правда, уже выехал человек, но вот заложил, заложил основу и рябины, и цветы, и много цветов. Так что вот как-то мы тут потихонечку уже начали переходить на ту половину, пытаемся там разводить. Вот елки у нас эксперимент ставится, и фруктовые деревья, вот и лыча, абрикос. Все прижилось на этом, на глине, на гравии, но тем не менее, при наличии желания рук и полива, так что вот нас тут несколько еще из нашего дома. Я с соседом живем очень давно, сначала дома. Он с любовью относится к участку, вообще предоставляет большое удовольствие своей посадкой, своими цветами, радует вообще очень много, останавливается жильцов, очень много жителей района, то есть он всех добродушно встречает, приветствует и, в общем-то, доставляет удовольствие. Кто-то есть жильцы, которые приносят ему свои цветы, рассаду, растения, вот, и, в общем-то, многие все проходя, улыбаются, потому что тут огромные розы, большие, сейчас немножко они уже не распустились, но я считаю, что благоустройство наших территорий вокруг домов это очень хорошее занятие. У нас тоже сейчас начали благоустроить эту поляну, тоже жильцы взяли с более других этажей, сажают растения, сажают цветы, вот, как-то это людям доставляет огромное удовольствие и приятно, в общем-то, всем. Ограниченные возможности небольшой прилегающей территории создатели сада реализовали на 100%, и важно, что он все время разный. Одни растения отцветают, им на смену приходят другие, и таким образом жители дома и района могут в динамике наблюдать очаровательную изменчивость природы в зависимости от сезона. Бесценный подарок для беспокойных обитателей асфальтовых джунглей, нас с вами, и наглядный пример оптимального подхода к воспитанию экологического сознания. Я подсчитывал какой-то год, у меня до 45, ну, скажем так, четко было 39 цветущих растений. А вот просто разных, я даже не знаю названия, но вот только здесь их, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, ну, порядка десяти разных. Вот у меня четыре вида рост разных, но в силу природных катаклизмов они не каждый год цветут. Но цветут. А так, есть вот и лимон, все лето на улице растет, и виноград. Виноград, кстати, изобелла. Черный, и вырастает, и даже приемлем, сладкий и большой. Но тоже не каждый год. Это уже больше пяти лет глаза, даже шесть лет. Вот так. А, ну, конечно, вдохновителем, как говорится, и организатором всего этого дела моя супруга Васильевна, она, собственно, она и подвигла меня на все вот эти вот совершения. Ну, как же иначе? Так что, в принципе, 50 процентов, да что там 50, все 70, наверное, это ее заслуга. Она утром спрашивает, ты был, ходил, смотрел, вечером. Тоже так, что вот, большое, как говорится, огромный ее вклад. Ну, единственное, что она только против того, чтобы я тут выращивал какие-либо плодовые вещи. Но я вот делаю эксперименты, и вот в этом году у меня уже, вот и результат есть. уже вот и кабачок выращен. Так что, пойду ей сдам. Здорово. Ну, все началось с мелких, с маленьких форм. Я, если там попали в кадр каменная стенка, вот я, как бы, все собирал сам. наш квартал. Каждую весну какие-то ремонтные работы, и я наблюдал, замечал, и привозил по камешку. Значит, и собирал, собирал. А вот, в ходе этих всех больших ремонтных работ и перекладки сетей вокруг нашего дома, экскаватор вырвал из земли два. вот это вот след экскаваторного зуба. Это он пытался его вынуть. И с таким вот следом вот это ровное природное, а вот это вот нарушенное зубом экскаватора. И вот с глубины более трех метров из траншеи найдены эти два камня. И по моей просьбе слезный экскаваторщик мне привез эти два камня и сюда выложил. Так они тут и появились. У нас в доме живет чудесная девочка по имени Ева. На следующий год ей идти в школу. А она попросила папу сделать ну им в детском садике сказали домики для птичек сделать. Папа ее принес и подарил ей вот такой домик с названием Шале. Папа с большой фантазией. Он у них жил этот домик на балконе а в этом году Ева решила его мне подарить. Ну вот в смысле нам подарить. И она попросила папу разрешения чтобы вот таким образом благодаря Еве девочке Еве появился этот домик здесь чудесный. нашли место отвертку два самореза и вот получается что ключик не дали поэтому мы дверку не закрываем думаю может птичкам пригодится. Две три четыре особи на одном подсолнухе здесь шмели большие шмели маленькие бабочек я как бы с детства помню одну шоколадницу одну капустницу но тут еще хит прилетает а кстати экология я заметил здесь действительно майские жуки здесь очень много июйские и один раз я наверное с какого-то шестьдесят четвертого года больше не слышал прилетел жук рогач вот этот звук летящего жука рогача я помню с тех самых детских пор и вдруг я его вот я услышал и такой жук это очень хорошо это человек который работает ну постоянно над каждым цветочком над каждым над каждой семечкой даже когда сажает цветы он вплоть до того что ну лелеет это молодец это труженик это человек который заслуживает большое уважение не только среди жителей нашего дома ну и ближайших домов все приходят мимо когда смотрят радуются глаз радуется у него все сделано на самом приятном уровне для человека чтобы он мог видеть то творение которое он сделал у него даже есть какие-то такие скульптурки маленькие вот ну что говорить этот человек профессионал своего дела хотя он будем говорить так не какой-то там селекционер не какой-то ботаник не какой-то образование получал а человек который любитель но любитель большой буквы ему большое спасибо от всех наших жителей вы знаете много инициатив есть вот мы посмотрели вот даже на углу этого дома вот рядом садет они приходили смотрели женщины и у себя высадили точно так же такой же маленький цветок цветник с той стороны дома тот же самый цветничок и приходит уже набирается опыта это приятно когда около каждого подъезда около каждого дома что-то глубухает что-то растет что-то живое настоящее вот что самое важное это как знаете как на западе у людей бывает на балконах цветы вот я был в Харловых Варах видел это все так и здесь но там на балконах а здесь вот он живое перед нами все спасибо большое ему Володя тебе большое спасибо ты трудяга настоящий ну к тому что я сказал можно добавить только то что предмет моего интереса цветы я считаю что в районе очень много очень красиво ну и я своими скромными силами пытаюсь сделать какую-то такую вот изюминку на все похожее но может быть и не на все поэтому я доволен районом и мне кажется люди тут проживающие кто ходит мимо довольны моими трудами сад на Рублевке прекрасный пример общественной инициативы когда человек делает то что ему нравится а в результате выигрывают все его соседи да и район в целом не только плохой пример заразителям но и хороший тоже поэтому мы можем видеть рядом другие дворы в которых вдохновленные примером Владимира жители создали свои собственные уголки живой природы а ты можешь вырастить свой собственный сад Рублевка ТВ не только для тех кто живет на Рублевке Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова